15 ноября. Сосредоточься на себе. Я уже довольно долго посещала группы, но мне никак не удавалось научиться думать о себе. Самое мое заветное желание заключалось в том, чтобы мой любимый муж-наркоман начал выздоравливать и стал чистым. Дома я держала рот на замке, сжимала пальцы так, что костяшки белели, но молчала, даже если сердце рвалось из груди, даже если считала, что ему нужна моя помощь или советы. В результате мы вполне хорошо уживались. Я продолжала говорить о выздоровлении, о том, какой счастливой делала меня моя программа, и, избегая прямых намеков, рассказывала ему истории выздоровления наркоманов, о которых слышала от своих новых друзей в Нарнуне. И чудо свершилось. Наркоман прекратил употребление, когда он с помощью его высшей силы оказался готов к этому. Но вместо блаженного счастья, которое я думала должно было заполнять меня, опять начались неприятности. Муж начал говорить мне, что его выздоровление теперь стоит на первом месте и что мое поведение не помогает ему оставаться чистым. И если я не смогу перестать все время думать о нем, нам придется расстаться. Какая тревожная новость! Такого я не ожидала. И от этого страдания мои стали еще ужаснее. Я в тысячный раз задалась вопросом, ну почему мне не встретился нормальный человек? И опять программа Наранона пришла мне на помощь, напомнив, что нужно сосредоточиться на себе. Когда я начала следовать этому совету, я поняла, что глубоко в своем сердце я все еще любила этого человека, употребляющего или нет. И именно эта любовь привела меня в Наранон. Чтобы оставаться верной этому чувству, я решила собрать все свое мужество и начать меняться. Менять не наркомана, а менять себя. Это один из лучших подарков моего выздоровления я обязана именно Наранону, который также научил меня, что любить наркомана – это нормально. Размышления на сегодня. Я буду работать по своей программе выздоровления и позволю наркоману работать над его собственным выздоровлением. Я буду сосредотачиваться на себе, потому что только в себе я могу что-то изменить. Цитата. «Все перемены, даже самые вожделенные, содержат в себе оттенок печали. То, что мы оставляем позади – это часть нас самих. Мы должны умереть в одной жизни, прежде чем мы сможем вступить в другую. Анатор»